ну что дорогие друзья стали известны новости о том что же будет если ripple проиграет всех ну а секс соответственно выиграет каковы будут планы действий ну и также названа важная дата для эфириума потому как важное событие именно hard fork берлин уже скоро будет доступно что касается рынка криптовалюту на данный момент мы видим с вами что bitcoin имеет сейчас стоимость почти 55 тысяч долларов его капитализация составляет свыше 1 триллиона долларов ну а доминация биткоина сейчас ну ниже тех значений которые мы например видели в конце двадцатого года сейчас его доминация около 60 процентов в то же время можно сказать что сейчас на данный момент опять-таки чеканятся стейбл коины переводится все это дело на бирже да и впоследствии мы видим что рынок криптовалют пампится также у нас немного все-таки ушел индекс страха и жадности вниз он откатился почему потому что рынок криптовалют немного просил ночью некоторые ордера у нас кстати сработали да и по боту я хочу сделать видео отчет за торговлю за вот это все время где-то там в районе середины марта возможно пятнадцатого или даже чуть раньше ну то есть если вы пролайкайте этот видеоролик то я сделаю видео отчет что мы на торговали сколько на торговали да и как это вообще работает ну и кстати я показывал еще баланс изменения сейчас этот баланс вырос на еще десять процентов да и практически за 30 дней заработок перевалил пнл за семьдесят тысяч долларов кстати для любителей азартных игр я рекомендую fire spin это инструмент профессионального геймблинга тысячи казино предлагают сыграть них не гарантируя и не давая взамен ничего лишь единицы способны не просто предложить дать игроку желаемое вкус азарта и гарантию честного отношения к нему если высокие ставки и риск это ваш стиль жизни присоединяйтесь к игрному клубу fire spin вас ждут контроль честности ставок и транзакций с помощью блокчейна более двух тысяч игр от самых известных провайдеров открытая игровая статистика по каждой из игр регулярные бонусы и выгодная в программа быстрые выводы игровых средств профессиональная круглосуточная техподдержка поэтому в клубе fire spin вы остаетесь один на один с удачей ничто не отвлекает вас от любимого отдыха кстати недавно fire spin добавилось 16 новых провайдеров и 14 провайдеров предлагают привычные игрокам слоты рулетки карточек и прочие игры а еще два провайдера приглашают вас пощекотать себе нервы в формате live это best games tv и и bet более 3500 игры от 36 провайдеров и более 3500 способов сорвать джекпот но ссылку вы найдете в описании присоединяйтесь ну а что касается основателей ripple что же они сделают если проиграют всех дело в том что брэд горлинхаус упомянул что его компания может уехать из сша если проиграет столь громкую судебную тяжбу с комиссией по ценным бумагам и биржам сша это произошло после того как соучредители ripple крис ларсон заявил что на прошлой неделе компания сохранит штаб-квартиру в сан-франциско с учетом вышесказанного горлинхаус похоже уверен что ripple сможет одержать победу над надзорным органом и генеральный директор ripple также заявил что xrp продолжит торговлю даже если ripple откажется от нее чтобы подчеркнуть почему токен не является ценной бумагой кроме того горлинхаус говорит что не хотел бы основать свою новую криптовалютную компанию в сша если бы он ее запустил он повторил что отсутствие лидерства блокчейн индустрии плохо для страны и природа участия сша в интернете в том виде в каком мы его знаем сегодня была источником огромных прибыли это был источник геополитической силы и поэтому я считаю что отсутствие лидерства в отношении технологии следующего поколения такой как блокчейн плохо сказывается на соединенных штатах но хочу отметить что ранее они подчеркнули что китай все-таки берет первенство в этом направлении и сша здесь от них не первая страна в этой сфере по конечно же лидерству что касается эфириума то важное событие произойдет 14 апреля и естественно это обновление берлин в сети эфириум но здесь также нужно отметить что активация тестовой сети robsten намечена на 10 марта именно в тестовой сети robsten будет вот это обновление ну это довольно таки интересно почему потому что здесь мы будем видеть возможно движение спекулятивной цены эфириума но так или иначе это все позитивно влияет на экосистему эфириума на сам эфириум потому что проводится обновление и фильм идет дальше если мы технически будем разбирать инструменты то bitcoin сейчас в принципе у нас потрогал отметку 55 тысяч 777 долларов здесь можно предположить что если на месячном таймфрейме мы не собираемся с вами пробивать отметку 56 тысяч долларов то для биткойна это может быть довольно таки очень плохо почему потому что он в таком случае может показать медвежье настроение то есть нам здесь важно пробить отметку 56 тысяч долларов выйти за трендовую выйти за треугольник и уйти свыше отметки 58 тысяч долларов в том числе чтобы обновить all-time high да я считаю что это там отметка 64-70 тысяч долларов за один bitcoin если также мы говорим про альткоины про тот же xrp то здесь нам необходимо закрепиться свыше 49 центов чтобы но принципе получить сетап на какой-либо рост до 66 центов если мы говорим про ситуацию в целом то на месячном таймфрейме довольно таки плохая ситуация для xrp дело в том что здесь зачастую эти фитили знаменует то что мы будем падать но опять-таки не истинно это в последней инстанции тому как сейчас ripple держится довольно таки неплохо думаю что есть еще потенциал сходить куда выше отметки 50 центов в краткосрочной там среднесрочной перспективе если мы говорим про сам эфир то эфириум естественно здесь выкупили крупный игрок защитил свои набранные им позиции ранее да и сейчас пока что у эфириума тоже переломный момент ему нужно закрепиться свыше 1900 долларов чтобы продолжить опять таки ралли что касается значит интересного то что здесь twitter уже заблокировал аккаунты нескольких известных участников крипто сообщества да здесь я не буду их упоминать но присутствует опять-таки цензура здесь это не секрет и не новшество потому что такое было как на ю тубе так и в твиттере и я думаю что это будет также повторяться что касается грейскил то она нанимает специалистов перед вероятной подачей заявки на создание биткойны кив и во всех 9 вакансиях упоминается бизнес в сфере и т.ф. если мы будем говорить про саму компанию грейскил что она делала за последнее время то она продавала биткоины продавала эфириум продавала bitcoin кэш продавала эфириум classic и стабильно покупает лайткоины не было ни одного дня когда грейскил продавала бы сколько бы то ни было лайткоинов и сейчас мы видим что эта тенденция идет на повышение да а вот на недельном таймфрейме так скажем изменения а таковы что грейскил продает эфириум и биткоин а лайткоин биткоин кэш и эфириум classic покупает но принципе тенденция месячная указывает на то что грейскил еще покупают позиции поэтому за 30 дней ее баланс только увеличивается если мы будем говорить про джипи морган то они планируют запустить инвест продукт на базе связанных с криптовалютами компании ранее напомню вам что джипи морган не было вообще сторонником биткоина теперь они вообще в рынок криптовалют полностью влились и даже о биткоине отзывается когда-никогда очень хорошо но это говорит о том что компания также манипулирует курсом биткоина да и сейчас принципе она вообще вливается рынок криптовалют по крупному что касается россиян то они стали вдвое чаще интересоваться покупкой оборудования для майнинга и сейчас конечно же ажиотаж и предложение продажи видеокарт тоже увеличились всего на 18 процентов готовые майнинговые фермы стали востребовании в 3,8 раза по сравнению с февралем прошлого года при этом объявлений об их продаже на сайте стало на 65 процентов больше ну золотую лихорадку как вы знаете продаются лопаты поэтому здесь ничего такого нового нету но и подводя итоги рынка криптовалют можно сказать что за последнее время рынок криптовалют восстанавливается да и он уже восстановился тот же bitcoin практически достиг своего пика ему нужно порядка 3000 долларов чтобы это сделать и продолжить свое движение наверх ну а что будет в этом случае с альткоинами они тоже подтянутся за биткоин а с вами был криптовалют и всем пока и до встречи